Фонд Глазунова передал 5000 единиц Глазунова Александра Константиновича, фонд из Мюнхена. Это вся его мебель, парижская квартира, потом на перехоле Мюнхена, это его рукописи, письма, книги, еще неизнанные произведения. Это в общем 5000 единиц хранения, это вот один был такой великий, да, а теперь вот у нас мы просто осчастливлены вот еще таким событием. Вот, так, Лефорг, прекратите интимацию. Значит, дорогие друзья, ведем эту нашу встречу, значит, разговор, разговаривать будет Нина, разговаривать будет Алексей Лефорг, сотрудник государственного орбитажа, блестящий театральный, блестящий критик художественный, даже театральный в какой-то степени, вот, человек очень острого, сказать, ума и наблюдений, так что, пожалуйста, Нина тоже ему не уступает, но вы задавайте свои интересующие вас вопросы, потому что есть о чем спросить, потому что вот то, что произошло, произошло. Так, пожалуйста, Александр Алексеевич. Хорошо, спасибо большое. Этот микрофон. А как вы хотите? Нет, мне не можно тоже дать. Я думаю, что всем нам очень интересно, зная Нину много лет, еще кое о чем ее спросить, и в особенности, как уже сказала Наталья Ивановна, после того, как произошла вот эта передача вещей, собственно говоря, из дома, что произошло. Вы сами понимаете, что это редкость. Чик живой, прекрасный, хороший. И отдает из дома в музей. И я, если позволите, начну с такого довольно сентиментального вопроса к ней, как коллекционеру. Я думаю, что у каждого из нас возникает такой, ну, как бы вопрос. Вот есть коллекционер, который коллекционирует, собирает. И когда у коллекционера возникает мысль о том, что будет с этим дальше, и как вот в какой момент эта мысль вообще рождается, что произойдет с коллекцией, куда она попадет, и какие у Нины на протяжении, ну, в общем, прямо скажем, не одного года коллекционеров у меня возникали разного рода мысли по этому поводу. У Нины был французский отец и русская мама. Они все время ссорились и спорили. Потому что они спорили довольно простую вещь. Папа всегда говорил, что Франция лучше всех, а мама всегда говорила, что вы, конечно, русские лучше всех. Вчера Никита сказал, что русские, они всегда считают, что они все понимают. Потому что всегда, когда они спорили, папа всегда говорил маме, ах ты русская барбарша. А мама говорила, барбарша, я? А наша княгиня Анна Ярославна, когда она вышла замуж за Генриха II в 12.52, она могла уже писать и читать. А французский король, он не мог. Вот этого я не знала, да? Она подписала свой брачный контракт, а он сделал просто крестик, потому что он иначе не мог. И она говорила, что резиденция, которая была в замке рядом с Парижем, что она была такая скромная. И все прекрасные меха, которые она получила в качестве приданного петла в Россию, они или все лежали на грязном полу. И она просила своего отца прислать плотников из России или стойлеров, я всегда не понимаю, как это по-русски, чтобы они сделали нормальный хотя бы пол. И поэтому Нина выросла, думая, что в России все точно лучше. Она маме велела, по-видимому. И когда они приезжали в Версаль и смотрели на паркетные полы, мама говорила, что русские паркеты лучше, не то, что у вас здесь. И, конечно, это все чистая правда, потому что все паркеты, которые я видела в России, есть вообще книжка про русские паркеты, а нет никакой книжки про французские паркеты. И потому это вот начало. Затем мы сдвинемся еще на 23 года. И тогда она встретила такого замечательного, чудесного, красивого, обаятельного русского молодого человека. Вы можете догадаться, кого. И он постоянно говорил про балеты, про оперы, про русскую сценографию. Они нравились, а в особенности ей нравились силуэты, как Фёдор Толстойт, но ее убедили, что на стенах у нас дома, как бы Никита ее убедил, что там должны быть, конечно, русские сценографии, эскизы. И так было началось. Они поженились в 1962, но начали уже до этого коллекционеры. В 1960 году они уже стали коллекционеры. И тогда, и в этом стоит, как мы все понимаем, счастье, никто не интересовался русским театральным дефоленционным искусством, это все было забыто и доступным. И о них не было, а у художников, как известно, и прочитать-то было нечего. К ней же к ней было. Потому что для России они не были интересны, в России тогда еще. Ну, это, представьте себе, все это было, до Зильберштейна и до всего. Никто про них не писал, они все были эмигранты. И первый, ну, как только что я упомянула, первый, кто об этом написал, это был Зильберштейн. И он написал как раз вот в 1962 году завещание Бенуа. Он написал некролог Бенуа. И потому он, как бы, из Зильберштейна, кричал по всем жанре воспоминаний, что они говорили, как бы, про то ушедшее время. И потому, вот они тогда начали коллекционировать и собирали. И в 1967 году один молодой куратор из Метрополитен обратился. И он был у них у гостя, и он был такой образованный, культурный. И он посмотрел на все, и сказал, а что это такое? Все у нас здесь висит, как это интересно. И они стали говорить, вот, это все русское. И он стал говорить, оно все такое динамичное, оно все полно цвета. И вы должны организовать маленькую выставку в Метрополитен. В одном из самых, как вы сами прекрасно понимаете, главных музеев мира. И мы тогда, вот они, организовали эту маленькую выставку в Метрополитен. И тогда они получили письмо из Цкали, а теперь Рогали, Российский государственный артиплицарк-проискурсман. И письмо от Антоновой, директора имени Непушкина. И письмо было, собственно говоря, довольно простую тему. Почему все это показывают в Нью-Йорке, в Метрополитене, почему же не в России? Это какой год? Более того, как его год, 68-е годы. Окей, so, Никита сказал, я не сомневаюсь, что это будет позволено показать в России. Ирина Антоновова пыталась это сделать, но, как утверждает Нина, КГБ сказала нет. Скорее, ЦК сказала нет. И это все стало возможным только через 20 лет в 88-м году. И тогда, как вы помните, эта выставка была, ну, как некоторые помнят, она была в меню Пушкина в Москве и в Манеже, на Исайкинской площади. Просто для воспоминания тех, кто это помнит, это совершенно непредставимые очереди, которые стояли, очереди часами, было холодно, и люди стали в очереди, чтобы попасть на эту выставку. Просто в наше время это как бы непредставимая ситуация, ну, такие очереди, которые были тогда в Манеже. А? Серов. Знаете, это было бы даже больше, чем Серов, потому что там стали многочасовые очереди. Вы помните, что тогда Наталья Ильбановна была выставка русского искусства в конце 19-го, начале 20-го века из частных собраний Ленинграда? Да, это была зима 1986-1987 года, люди стояли по 3-4 часа на морозе. Ну, понятно, мы к тому и напоминаем, потому что многие здесь присутствующие, конечно, не могут этого помнить, потому что это было до них. И на открытие выставки, собрания арманов ростовских, приехал Лихачёв и сказал, что это открывает, собственно говоря, окно или фильм на всё это русское искусство, которое было за границей. И к этому моменту Нина и Никита, они уже знали Ирина Викторовна Истигнеева, которая была тогда директором театрального музея на Ленинграде. И они подумали, какая замечательная вещь, город, в котором есть театральный музей. Ну, потому что тогда, собственно, театральные музеи не были таким распространёнными вещами. Например, в Вашингтоне его не было и нет, в Нью-Йорке не было. В Нью-Йорке отдел, отдел New York Public Library. Теперь в Нью-Йорке есть в Lincoln Center большой, важный центр. Но это не было таким увлекательным, интересным и живым. Я могу добавить, потому что, понимаете, русский театр, он давал совсем другой экспонат, нежели иканский театр. Все-таки это театр в основном мюзикла и бродвейского мюзикла, потому что они привнесли в мировую театральную культуру. Поэтому у них даже не могло быть этих художников небольшого интереса. Я была в этом музее, там макеты, макеты разных драматических спектаклей, и бродвейские музеи. Да, маленькие несколько залов. И, собственно говоря, то, что было увлекательным для Нины в Нью-Йоркском музее, это были либо русские, которые работали, либо те русские, которые учились у Анисфельтов, когда добавляет Наталья Ивановна и так далее. Я надеюсь, что я не помню все другие названия, но Анисфельт – это хороший пример. Но, по-моему, тогда… Можем я interrupt вас за секунду? Да. Когда вы его показали здесь, в 1988-1989, у вас есть идея, что это могло выйти здесь? Нет. Почему? Это был Советский Союз. Да, но все равно. Это было очень тяжело даже для нас, чтобы приехать сюда. Да, но для нас было возможно. Ну, потому что, собственно говоря, мой вопрос самый простой, как вы понимаете. Ну вот, приехали, прекрасно. Такие очереди, столько народу, такой успех, каталог ваш, ты помнишь, который был успешный. Почему тогда у вас, Никита, не возникла мысль, а что, если мы подарим это? Ну, Эльбертштейн подарил уже тогда? Да. Ну, а что, вы не могли привезти? Ну, вы же сразу привезли. Взяли бы да подарили. А что? Ну, тогда они думали, что, может, мы еще заработаем много денег и собственный музей создадим. Ну, Эльбуре. А где? Маленькое крыло. Да. Маленькое крыло. Нила и Никита. Маленькое крыло. Маленькое крыло. Да. Вообще. Су tight men, она была супругой директора Threeo Gallery в Вашингтоне. И она была очень культурной. Это очень важное слово для Нины, и она, как мы заметили, приносит его всегда по-русски, это у нас такая важная характеристика, очень культурная. Потому что я уже за многие годы знаю, что периодически приносится, что она не культурная. А я радостно говорю, что точно не культурная. И вот эта дама, Анна Мари Поуп, она была из Вены, она училась в Институте истории искусства в Вене. И тогда, в 60-70-е, собственно говоря, американские искусствоведы, не как сейчас, не летали постоянно в Европу, чтобы смотреть выставки и привозить выставки в Америку. Но она так же старалась это сделать, и вот своим этим международным фондом выставок она пыталась привезти выставки. И, например, она привозила довольно важные выставки в Америку, и, в частности, они встретились, когда она привезла выставку Инниго Джонса. Английского архитектура 17-го века. Собор Святого Павла. Первый собор. Первый плодианик начал 17-го. И они встретились, она была с ними такая любезная. А у нее была такая репутация сложного человека, и они подумали, что это такая добрая. Она сказала им, что вы же сделали такую выставку в Метрополитен, и ей показалось, что это совершенно замечательная, интересная выставка. Они удивились этому. И она предложила, чтобы эта выставка проехала по разным местам в Америке, по разным выставочным залам. Сделала как бы... Туринг. Как по-русски это раньше называлось. Туринг. Да, да. Путешествующая передвижная выставка. Да, да. Путешествующая передвижная выставка. Передвижная. Передвижная выставка, да. Теперь уже такого теперь нет передвижной выставки. Мы были удивлены, потому что это было очень маленькое и модельное выставка. Но для нее это было важно, потому что она все время до этого пыталась установить контакт с Метрополитеном Метрополитеном, но они ее все время отталкивали. Но вот тут это был шанс. И она сказала, что она оплатит каталог. Я оплатила его. И она показала, собственно говоря, эту выставку в 42 музеях в Америке. Провинциальные музеи, да. Провинциальные, маленькие. Не только эта выставка, она организовала два других. Но там она организовала в сумме три выставки. Вот эти три выставки из коллекции, которые она организовала. Они проехали, у них было три каталога, и они были показаны в 42 музеях. 45, 42? В самом деле, 40 с чем-то. Кажется, было 45. И она никогда не потеряла деньги. Ну, собственно, она не осталась в профиците с этими выставками, а наоборот. И все были каталоги, и везде были проданы. И даже в Медвежополе, в Аризоне, эта выставка имела большой успех. Ну, нет, как-то, да какой-то Заводи, знаете, есть такое выражение. Не, 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 да, тихая. А то он... Да чего Заговине? Да вот, вот как бы показали даже в Морковкине Заговине, и все имело успех. И потому, как вы понимаете, интерес в Америке был. И благодаря этой выставке Никита иногда получала разного рода письма от каких-то старых русских художников или мигрантов, или жены, или любовницы, или дочери художника, которые говорили, которые писали, что вот у нас там есть какие-то художники, у нас есть какие-то экскизы, может вас заинтересует. И, конечно, они могли это купить, как сами понимаете тогда, за небольшие деньги. Потому что вы себе можете представить, что, собственно говоря, это была та волна эмиграции, еврейская, прежде всего, которая Берлин-Париж, а потом в Америку. И вот таким образом, ну, как и композиторов, про которые мы как бы теперь там вспоминаем, они как бы довольно много чего купили. И таким образом они как бы довольно много чего купили. Но там еще не было много интереса в Сезон Руси, потому что, например, этот известный документарь из 2000-something. Да, там еще не было много интереса. В 2003? В какой документарь? Нет, о артистах, танцах. Вы помните этот американский фильм? О, это было 2000-something. Ну, потому что, собственно говоря, понимаете, ну, чтобы себе представляли, это, в общем, было до того момента, когда какой-то интерес к русским сезонам, ну, возник в Америке. Да потому что, собственно говоря, ну, как бы, пик этого интереса, если некоторые из вас видели, это замечательный вот этот документальный фильм, я не знаю, наверное, его уже показывали в музее, то есть почти уверен в этом, Сезон Руси, который был сделан такой американский документальный фильм, в котором, ну, старики встречаются, ну, все, которые там танцевали у полковника Базилия и так далее, они все встречаются вместе, ну, им уже сто, двести, двести пятьдесят, начинают вспоминать, там, ты ухаживала за этим, а ты была с этим, ну, и как мы танцевали, это трогательный фильм, просто, который, понимаете, можно рыдать, когда его смотришь, насколько я понимаю, на русский его никогда не переводили, но трогательнейший фильм, который показывает, как они встречаются, и тем более, его он же был снят, а потом... Игорь Зорич, который был звездой, умер уже как раз к моменту, и это трогательнейший фильм, но это как бы сильно позже, вы понимаете, это через двадцать пять лет, через тридцать лет. И важным событием еще было то, что в шестьдесят восьмом году Сотбис начали проводить аукционы русского театрального искусства. Потому что был такой очень милый молодой человек, который женился на дочери Мясина. И его брат работал в Сотбис, и однажды Мясин ему сказал, на самом деле большое количество всех этих эскизов, которые у нас были, они появлялись в Париже, и они, оказывается, там гардомерпель, ну как бы всплывают. Это были как раз вот эти сезоны русские, и только уже Дягилева, но и потом всех этих компаний, которые из Дягилева образовались в тридцатые годы. И они попадали в этот самый гардомерпель довольно простым образом. Когда часть из этих компаний разорялась, ну и у них конфисковывали их имущество, и в качестве заклада брались все это, и таким образом оно там оседало. Потому что тогда за них, как вы все понимаете, в сороковые и пятьдесятые годы никаких денег выручить было невозможно. И вчера Лорд Ростомор, глава русского департамента, был здесь, потому Нина как честная все-таки английская девушка начала свою, я думаю, с чего она начала вчерашнюю речь, my lords. Да. Потому что ты же приличная, ты приличная. А Нина очень приличная и она всегда как бы что lords, с английской ты в течение, это лорд сидит, взяли-то, это конечно my lords. Но была тоже archduke. Но ты не сказала про... Два герцога вчера еще сидела на открытии, но она два, но она про герцогов не вспомнила. Вот так как она в Англии живет, то у нее к лордам, знаете, такое отношение. Да-да-да. Ну мы уже помнили, да, давайте дальше. И они послали сонбис, послали Ричарда Баклла, такого очень известного балета, критика в Париж, посмотреть на то, что там есть. И они решили, что да, если это можно чуть-чуть там почистить, подправить, то можно вообще и продавать. И они устроили такое суаре в одном из театров, к сожалению, не помню в каком, в котором балерины были как раз вот в этих костюмах. И принцесса Маргарет открыла это суаре, но это уже вот, соответственно, в Лондоне. И дальше был аукцион всех этих костюмов. И так далее, собственно, коммерческая организация увидела, работает, интерес есть, можно продавать это и дальше. И с тех пор, после 1968 года, у них были вот как раз эти продажи, аукционы. И потом, только уже после распада Советского Союза, и по большей части все эти аукционы в Содовиц, они вплоть до распада Советского Союза были посвящены театрально-декорационному искусству. Там попадалось и другое русское искусство, но которым, как вы сами понимаете, никто не интересовался. Сейчас все стало наоборот, потому что понятно, что все эти русские чудесные, новые, прекрасные, они все любят русское искусство. Ну, некоторые. Ну, уже не самые те, что те, но которые на подходе к самым богатым. Но вы помните весь этот интерес в 90-е годы, как бы все там, Айвазовский, Шишкин, все эти цены растут. Дальше всякая русская мелкота тоже получает такие цены художников, которых ни один нормальный человек знать ты не должен. Ну, они любят большие картины, а не театральные эскизы. Ну, их на стенку что повесишь? Какой с толком? Надо объяснять, кто да что. И, конечно, это сейчас очень важный момент для Нины, очень важный. Наталья Ивановна замерла радостная, начала к ней кивать, что остается Наталья Ивановна. И вы сами понимаете, что их нельзя выставлять на свет, потому что свет, он убийца. А как вчера Михаил Борисович сказал, ну и отец тоже. Потому что без света, цвета тоже не видно. Ай-яй-яй. 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 И когда мы начали думать о том, что мы не имеем детей? Ну, дальше вот мы возвращаемся к тому, собственно, что я спросила, что я спросила Нины. Детей не было, потому что они стали думать, что дальше? Но сначала вы думали, что вы могли создать музеи в Америке? Да, все было создать музеи. Если у вас есть коллекция, и потому, собственно говоря, в любом американском городе, в университетском есть музей. И потому они были сильно американизированы, как мы теперь понимаем. Да-да-да, ты на дискотеке хотел, не рассказывай никому. Я это потом расскажу всем. Можно? Или нельзя? Про дискотеки. Не слушайте, не слушайте. Ну что не слушайте, чистая правда. Как лучше рассказать про него? И они тоже думали, что мы в комьюнити подарим... Ну я про Америку, про Америку, не про дискотеку. Что мы подарим в комьюнити музей, тем более при Метрополита у нас будет свое крыло, и мы будем как миссис Райтсман. Да. Но Никита был геолог. Ну и вообще-то они надеялись, так как Никита был геолог, работал, ну как известно, на Де Бирс... Ну я потому и упоминаю. О, окей, окей, окей. Потом работал на Де Бирс, но у меня угощает. Тогда нет. И что они надеялись, что вот он найдет какую-нибудь такую жилу, что они где-нибудь найдут. Они так разбогатеют. Видите? И она немножечко очень хотела забогатеть по-настоящему. Да? Чтобы купить еще и еще театрального декорационного искусства. Мы теперь хорошо понимаем, зачем люди хотят стать богатыми. Правда, почему-то не все они хотят купить еще и еще. Ну, неважно. Ну, да. Ну, в общем, не нашел победы. И, к сожалению, пока они жили в Америке, изменились законы в Америке. И те геологи, которые его ну как бы могли обнаружить там, я не знаю, какую-то месторождение или жилу, они не остановились владельцами этого. Он просто получал зарплату от той геолога разведочной компании, которая его послала. И потому надежды не сбылись. На кимберлитовые трубки. И потому надежда на то, что у них пристроиться, удастся пристроить крыло. И затем еще хуже произошло. И в 80-е годы американские компании пожирали друг друга. Ну, как бы непредставимый для нас нормальный капиталистический мир, свободной экономики и частной конкуренции. Не думайте про нашу страну, вы к этому не имеете ни малейшего отношения. И ту компанию, где работал Никита, ее съели. И в 60 лет, вот он проснулся и пенсии нет. Видите, не только у нас бывает. Наташа, вот Наташе 50 лет, знаешь об этом? Она думала, вот пять лет по работаю, а ей Путин говорит нет, говорит работы еще 15. И Наташа, видишь, какая грустная в этот момент сидит, думает, вот и до пенсии мне еще столько работать. Мне хорошо, я уже все получил. Да, нам, старикам, хорошо. И дальше рассказывает. И потому поняли, что нам делать. Продавать надо, пенсии-то нет. И Никита, к сожалению, всем стал рассказывать, мы продаем, 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 продаем. Пенчук. И сначала Пенчук хотел купить эту коллекцию. Ну, вы помните, Пенчук, который зять Кучмаль в Киеве, у него был на Крещателе громадный музей. Ну, чуть понятно. Есть, да? Я не знаю. Его, к сожалению, давно не было. Пенчук, который, в частности, купил самая большая коллекция Дэмиэн Херста была. За пределами Англии. Но... Мы имели... Но он ваш родственник, понимаешь? Ну, я не знаю. Но, в любом случае, Никита сказала, да, но вы купите, но она всегда будет в вашей коллекции. Вы должны называть Никитой. Но когда даже шло обсуждение, что Пенчук или кто-то другой купит коллекцию, Никита настаивал на том, что у нее останется под заголовок в коллекции. Коллекции Нины и Никиты, ладно? Ну, как раз. И Пенчук, естественно, сказал, нет, если я купю, это мое. Затем появился какой-то австралиец. Австралия? Я сказал, нет, это слишком далеко. Нина сказала, нет, послушай, это так далеко. Yes, you cannot check the light. Exactly! Нина сказала, как же я могу проверить уровень света там и приехать и сказать им, что свет это убийца, мне дадут не долететь. И как это, понимаете, с Натальей Ивановной легко приехать и сказать, Наташа. А Наташа выключит весь свет. А Наташа сразу ей говорят, прилетела, выключаем. Говорит, лампочки перегорели, Нина, ничего не видать у нас. Знаете, как говорит Наталья Ивановна, извините, столько лампочек у нас горит по дворце. Это Нина очень любит эта рассказ Нина Вильгельма. Ой, как встречу Наташу, она говорит, я тебе не представляю сколько лампочек, кажется, свечами было бы лучше. Нина радуется, говорит, думает, а все перегорело, не видать ничего, очень хорошо. Anyhow, so there was Bintchuk, there was Australia, there were a few others. И затем было, ну, кто, few others, tell us. I had to remember the others. No, yes, you remember everything. No, no, I remember Bintchuk, I remember the... I remember, ah, yes. Two museums in Germany wanted to buy it. We thought that's wonderful, because Germans, they understand study collections. Study? Study. Schleswig-Holstein, and... I can't remember, there were two museums not far from each other. And we went to... И затем еще два музея в Германии, как бы, размышляли над этим купить. Музей в Schleswig-Holstein, и еще один рядом с ним. Spielmann? No, I can't remember... From Schleswig-Holstein, director was Hein Spilmann. But no, I don't remember the second view. But we thought this is wonderful, because the Germans, they understand the valleys, the hills and the mountain peaks. И они думали, здорово, о, прекрасно. Они, как вы слышите, прекрасно это. А немцы-то они культурные. Потому и можно продать... Знающие, культурные, знающие. И к тому же они понимают, что есть а-а-а, что есть а-а-а, и что есть а-а-а, и как бы все уровни искусства понятны им, надо бы им продать, приличным людям. А как с нами-то все это произошло? У меня не случилось. И они, собственно говоря, были довольно продвинуты уже переговоры с немецкими людьми. И это было вообще-то все еще в конце 80-х годов, но затем рухнула берлинская стена, и денег у немецких музеев не было, потому что началось, собственно говоря, воссоединение Германии. Ну, потому у них, видите, она не политкорректная, потому она говорит, да, к нам обращались кенгуру, Пинчук was later, sorry. Нет, с начала Пинчук. Но Пинчук не мог быть, Пинчук стал только... Но Пинчук это середина 90-х. Но Пинчук, потому что только когда Кучма все... 92-й год, после 92-го. С 96-го года эти аукционы, когда он все покупал, а продавать он начал позже. Пинчук был позже. Почему вы так следили за Пинчуком? Я вообще не знала, что он покупает что-то на аукционах. Но Пинчук... Вы помните, как Пинчук, собственно говоря... Пинчук был позже, потому я не... I'm sorry to correct you, Пинчук был позже. Он не был первым. Потому что Пинчук, собственно говоря, когда Кучма был признен... Когда у нас начались вот эти закрытые аукционы, тогда та же идея была перенята на Украине. И, собственно говоря, деньги у Пинчука появились в конце 90-х годов, когда он начал продавать то, что он купил за 100 миллионов. Ну, это знаменитые там... Столилитийное производство, когда он не давал это купить, лакшми миттал и так далее. И в конце 90-х, собственно говоря, он уже... And there was also an American museum, but they only wanted the mountain top. They only wanted Baxter... Ну, были американские музеи, но американские музеи хотели купить только, ну, лучшие вещи. Baxter... Who says that Baxter is лучше, you know, Billinsky or whatever? Ну, а Нина говорит, ну, кто же вам сказал, что там Билибинг уже Baxter? Для Нины было очень важно, чтобы вот все вместе... Коллекция. Я согласен. Коллекция, действительно, Наталья Ванна... Нина, конечно, не советский человек, не считает, что все одинаковые. Нет. Но... Но... Американские только хочет... Американские... Не понимают, что это тоже красиво? Нет. Ну, американские-то думают, что это некрасиво, но, конечно, красиво. Некультурные. Некультурные. Вот любимое слово. Мне остается только где-нибудь на старости лет издать воспоминания про всех некультурных. Если я сейчас это издам... Вы сами знаете, а когда видите, чем это все кончится. Никита был... Как это было? 10-11 лет назад на командировке в Москве. От кого командировка? На командировке. Он работал за годы, и он должен был туда. Ну, и 10-11 лет назад Никита был в Москве. В командировке. И ему позвонили из министерства культуры. Никита Дмитриевич, предложили встретиться в Кремле на следующее утро. В Кремле. В Кремле. В Кожин позвонил. В Кремле. В Кожин позвонил. В Кремле. Начальник управления делами президента тогда. Ну, не все, знаете, помнят. Никита Дмитриевич делает вид, что Никита Дмитриевич испугался, что это, конечно, неправда. Никита Дмитриевич сказал, что я такого сделал. Он сидел в советской тюрьме, оккупированной советскими войсками Болгарии. После освобождения, как вы подобрали во время Великой Отечества. Да он помнят, что такое советская тюрьма. Не потому он... Да, но он сидел в Болгарии в тюрьме. Ну, как бы, как коммунисты пришли к власти. И потому у него, как бы, генетически возникла такая реакция. Что случилось? Чего я так у меня в Кремль зовут? Для чего? Ну, а его отец был расстрелян, и потому, собственно, была такая реакция. Ну, министр культуры сказал, что не-не-не, мы сажать не будем. Про что-то культурное поговорим. И потому Никита Менщин пошел в Кремль, и дальше взял большую карьеру. И ему показали эту бумагу, подписанную, любимым ненавидимом президентом, вечным президентом нашей Родины. И в этой бумаге была написана Владимир Владимирович Путин, он, как подтверждает Инна Вильгельмановна, очень интересуется искусством. И написал такое письмо, в котором написал, вот знаете, я тут купил коллекцию Ростроповича, и думаю, надо бы вот еще вот эту прекрасную коллекцию купить. Ну и потому вот это они прекрасное письмо нашего прекрасного человека показали, бесконечно любимого. А вы собираетесь ли продать? И какова цена? И тогда Никита сказала, что у них есть оценка сделанной Сонби два года назад. И они сказали, хорошо, отлично, но как бы готовы ли вы продать? И согласны были с этой ценой. Но Никита, как честный человек, сказал, нет, я должен вот Нину спросить. Так вот, когда он был от Кремлин… И вот, здесь есть интересная футна, что, когда мы говорили, да, мы будет сел, мы говорили, но все наши моего знакомства, они были выделены на свои основания. И мы говорили, которые мы хотели сделать основания в России. И они сказали, нет, 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 нет. Мы были счастливы с Союзами. Собственно говоря, тогда они волновались над тем, кто сделает оценку, потому что, как утверждает Нина, верите, не верите, это другой вопрос. Если бы оценка была сделана в России, то она была бы дороже. И потому, собственно говоря, администрация президента согласилась специально с той оценкой, которая была сделана Крисе Сотби, которая, как считает Нина, была ниже, чем русская оценка. Ну, когда Пушкин Музеем, и также Херметич сказал мне, что когда они собирают наши русские вещи для экземпляров, и они собирают вещи для музея в России, то наши инсурансы есть половина. Это разные вещи. Да, но у нас есть половина. Из-за их коллекции, то страховочная стоимость всегда была выше, чем то, что они заплатили. Конечно. Но это, как говорит Наталья Ивановна, совершенно справедливо, страховочная стоимость всегда выше страховая, чем реальная цена. Ну, бог с ним. Из-за народной практики. Из-за народной практики. Из-за народной практики. И тогда вот Никита вышел из Кремля, и сразу же, выйдя из Александровского садика, всех на скамеечку позвонил Нине. И сказал, Нина, смотри, знаешь, что случилось? И я подумала, что он шутит, потому что Владимир Владимирович так любит искусство. Он сказал, не, ну что ты, шукал. И тогда Нина сказала, уже помню. А где они их поместят? В эту коллекцию спросила Нина. У нас есть любимый вопрос в центре. И сначала они сказали, Белосельский, Белозерский. Потому что они... У Нина сказала, что? Нет, нет, туда нет. Затем они предложили какой-то другой старый дворец в Петербурге. Да влажный, с яркими лампочками, в котором крысы бегают. Я сказал, нет. Я сказал, нет, с крысами, с яркими лампочками. Ну, вы знаете, как только яркую лампочку включают, крысы все так и бегают туда-сюда. Никогда. Крысами не дам. Ну, и тогда они думали, думали. Не, может, в Константиновке, там все-таки крыс нет. Ну, в общем, они предлагали дворцы. Никита звонил Нине. Нина говорила, не, не, не. Следующий, не, 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 не. И третье предложение был Константиновский дворец. Я сказал, Никита, ты полностью ловишь? Ну, Нина, это было не так, извините, давай. Это было не так. Это было не так. Но я могу спросить себя тоже. Ну, хорошо, боксом. Ладно. Слушаем легендарную версию. Константиновский дворец. Я вообще тоже был свидетелем этого. Ну, боксом. Это отдельная история. Все. Не, я, конечно, ничего не помню. Советский пенсионер ничего не помнит. Ладно. Никита позвонил, сказал, Константиновский. Нина сказала, ты что, с ума сошел? Ну, как можно Константиновский? Там нет ни температурного контроля, ни влажностного контроля. И подумай, какие там лампочки. Там не только лампочки, там окна. О! О! Окна, окна. Ужас. Свет какой. Весь свет на любимого президента. Ну, как же туда можно… И это очень важная история, потому что это объясняет, как это все, собственно говоря, закончило свою судьбу здесь. И мы проверим. И они даже сказали, ну что, Никит Митч, ну сколько лучше можно звонить ей с лавочки, все, в Александровском саду. Может, вы ее возьмете с собой. Да. И она приедет и будет замерять везде. А Нина приезжала. Да. И Нина приезжала такой с черной штучкой, говорит Наталья Ивановна, и мерила. Нет. И они пообещали, что построят специальный флигель по дворце в Константин. С температурным контролем, световым контролем, влажностным контролем и без окон, как вы понимаете. И туда даже назначат специального хранителя. Окей. Саданин сказал, ну хорошо, стройте. Они договорились, начали стройку, все было написано. Это было в договоре указано, да? Да. Указано. Все было написано, что вот строим все. Но дальше другая проблема случилась. Мы же в России. Сколько это было строить? Ну нет, ты думаешь, Ниночка, она все время думает, что в России все долго строится. Нина вообще недооценивала Россию, это извините мое добавление, чтобы так. Десять лет назад все все строили медленно, это теперь, знаете, третье по величине собор построят за два года. 102 метра высоты. Под Москвой заложили сегодня. Вы почитайте, какие там росписи будут, Наталья Ивановна. Вот это вот почитайте. Они, надеюсь, не перенесутся? Нет, там будет клеще. Да, все, все, мы вернемся вот к этому, да. Серьезное дело. Не, не будем. Да, хорошо, все, ладно, хорошо, да. Да, Нина, хорошо. Ну давай. И потому, как бы так было понятно, что пока построить этот флигель долго, где это будет храниться? Что, правда так и было, Наталья Ивановна? Да. Так и было, говорит Наталья Ивановна. Нет, вероятно, это там был не раздавлен. Ну да. Где? И потому Нина сначала сказала, а почему мы это не оставим в Германии? У транспортной фирмы Хазенкамп в Кельне, где она хранилась и до этого. Ну, потому что это передвижная часть коллег. И они много работали с Россией. Нет, как бы есть доверие с Россией. Почему это не будет храниться дальше в Кельне на складах Хазенкампа? Но администрация президента сказала, нет, если мы уж платим, покупаем, то оно должно в Россию приехать. И потому мы это будем хранить в подвалах Константиновского дворца. Что? И Нина сказала, как же, как же, как можно в Константиновский дворец, он же все построен на болоте, как и все в Петербурге, там влажно, крыс хоть нет? Нет. Нет, она сказала. Никогда. И где говорим? И когда Нина сказала, давайте хранить это в замечательном месте. Так и было. Театральный музей у Натальи Ивановны. А Никита, как всегда, и сказал, саботажница. Ты его специально как бы все, чтобы мы не продали. Я хочу еще сказать, почему вы знали об этом, да, о нашем музее, вот так более подробно. Потому что наш научный сотрудник, наша научный сотрудник Елена Грушинская, она была эксперт в Кёльне вместе с Бобровым. Они смотрели, так сказать, оценивали эту коллекцию. Да. Попросил Константиновский фонд, попросил именно вот экспортов из Петербурга посмотреть на эту коллекцию глазами уже подседренных искусствоведов. Поэтому, конечно, Лена была в курсе всех, так сказать, проблем, каких-то общих разговоров. И нужно сказать, что подружились мы с Константиновским фондом. Вот на уровне, не на уровне кожи, там, метелец, да, а на уровне вот Лены Грушинская и эксперты Константиновского фонда. И мы, конечно, вместе очень переживали за судьбу коллекции. Понимаете? Потому что такое богатство получить России, и мы это больше, чем кто-либо понимал. что вообще. Потому что у нас, понимаете, тоже своих пятьдесят три баксов вместе с костюмами. Это очень самый, можно сказать, крупный баксов в России. Конечно. И мы знали, какая-то такая роскошная коллекция мира искусника и дяди Грис Константинов в этой коллекции. Мы так переживали, что эти разговоры, когда, я бы сказала, они думают, не знают, вот где, может быть, мы как-то с нами. А у нас, вы знаете, вот Господь все видит. Мы переехали давно в водохранилище на улицу Графцева. И один этаж, третий этаж, вот так сложилось, что к этому времени мы были отреставрированы целый этаж, третий. Целый этаж был отреставрирован. И вот стоял чистый. Стоял с правильным, так сказать, режимом, насколько это возможно, температурно-влажностным. Но у нас не было оборудования. Не было оборудования. Эпыгут. А, вот. Эпыгут. Эпыгут. И мы, и мы тогда, вот тут надо сказать, конечно, Наталья Ивановна тоже действительно молодец. Я прям напрямую к Валентине Ивановне Матвиенко, к нашему мэру Петербурга, и сказала, Валентина Ивановна, понимаете, есть возможность сохранить эту коллекцию. Пускай временно ставить у нас в нашем музее. Но мы, у нас нет оборудования. Сколько стоит, она сказала, это? Я говорю, они согласятся у нас ее оставить, хранить на временном хранении. Сколько стоит? Она сказала, мы быстро там посмотрели финно, финское, посмотрели каталоги, все. И было это где-то 4 миллиона рублей. Это, знаете, 2008 год, короче говоря, она сказала, хорошо, я дам своего личного фонда. Немец. И понимаете, вот не было этого, слава богу, 44-го закона, как нам начали мониторить, привозить открытый компас, потом, надо сказать, преимущество российского оборудования перед финским. В общем, вся вот это вот. То есть это вот, если бы это сейчас, это все бы, так сказать, не знаю, сколько бы это длилось. Но вот что значит личность? Валентина Ивановна решила это и сказала, будет так, я вам даю и агрессии не отдадут. Ничего, в музее будет отличное оборудование. Давайте. И мы в течение, по-моему, месяца поставили вот это финское оборудование, которое ездит, то есть мы сделали то, что надо с ее помощью из ее личного фонда мэра. Вот так ведь сложилось чисто помещение, наше оборудование, и мы говорили, Валентина, за своей коллекцией. И знаете, ну да, вот, оказывается, их нельзя хранить при свете, при цвете, да, ну придется отдать на хранение в театральный музей. Кому отдать? В Эрмитажу она не нужна, эта коллекция, потому что это не их профи. Русский музей, ну это тоже, это будет в массе какой-то, вы понимаете, в общей своей массе будет какая-то очень хорошая часть. А у нас это, это жерчужина, понимаете? Для нас это, я и не знаю, что для нас это будет то, что никто, нигде, ни один музей не сможет оценить в коллекции. В нашем, да, в нашем контексте нашей коллекции, понимаете? Мы же восстановили единый теперь у нас процесс. До революции, после революции. Нет, теперь мы имеем, теперь мы имеем этого художника, вот как он начинал, это у нас вещи, и что он делал потом, когда он им и криво уехал. это вообще дает, фактически, вот это восстановить цель историческую, ну просто справедливость какую-то, это было правда. Но мы были согласны, в конце концов, и на временном хранении. Пусть у нас это будет храниться. Мы заключили договор с Константиновским фондом. Они вели себя очень карьерно и очень признательно. Мы отговорили все условия, что мы хотим. Мы соблюдали, вот, значит, вот этот, ну пока это еще не было там Талевского, Лавана, Ростовский, у них уже было. Вот, мы соблюдали о том, что мы будем ездить куда-то, имеем право, мы храним, и имеем право это экспонировать, как их собственность, но в составе наших выставок. И никогда, ни одной копейки они с нас за это не взяли. Понимаете? Никогда. Они всегда, ну несколько раз они ездили на открытие этих выставок, когда мы делали, за свои средства они привозили своих представителей, своих там, макураторов, жарину эту, да, или самых главных ездил. В общем, это было все очень корректно, и мы им, кроме какой-то признательности за эти, ну, фактически пять лет, почти пять лет коллекция хранилась у нас. В правильных абсолютно, в правильных условиях. Вот. Конечно, каждый раз набег Нина нас приводила немножко в стрепет, потому что опять с этой штучкой, с замерителем. Ну, все-таки, знаете, мы храним там тоже огромные фонды, и тоже, поверьте, ну, такой же ценности, а что-то очень, тоже богатейший музей, на самом деле. Поэтому это замечательная вся вот, так все сложились звезды. Понимаешь, судьба была судьбой Нины, мы были предназначены друг для друга. Коллекция Нины Лобановых и коллекция музея театрального музыкального искусства в Петербурге. Вот что я вам скажу. И когда в культурном форуме... А Нина тогда еще сказала. Ну, что Нина сказала, когда... Значит, мы, во-первых, сделали... Вот пока, слушайте, приобреталось оборудование этих полтора-два месяца, мы сделали, открыли эту выставку в нескольких залах на площади Островского в главном здании. Не помните, Нина? Вы приехали с Никитой на открытие. Была как-то Манилова, кстати. Но Манилова была как город тогда еще. Кстати, надо подумать, кто так сейчас сказал. И вот мы открыли эту, потому что нам не было ее принять, потому что у нас еще оборудование не подрасположено было, да. Понимаете? Мы не могли никуда ее пока представить. И она у нас три месяца, пока мы там монтировали оборудование, покупали, она у нас стояла вот в этих шикарных залах Рости, Карла Ивановича Рости в нашем, в главном здании на площади Островского. Выставка имела фантастический успех. Очередей не было. Но люди ломились просто. Каждый день это были люди, люди, люди. И у нас это просто вот, мы так сказать, доказали всем, что мы вот можем это и хранить, и выставить. А потом уже, потом уже вот после того, Нина сказала. Я подумаю, если они когда-то отдадут это в Россию, в Государственный музей, может быть, я подумаю о дальнейшей судьбе других вещей. Это было тогда. Нет, не было так. Не так? Нет, не так. Тогда, Нина, расскажите так. Нина говорит, у нее было важное дополнение, что они, конечно, были предназначены судьбой, бесспорно, но если бы Нина не вписала в условия договора, то они... нет, 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 нет. Тогда никакого разговора не будет, и я не подпишу продажу. Окей. То есть это еще было перед продажей театральной? То есть возле фосы? Это было еще до подписания, что Нина вставила вот это. У нее есть дневники, у Нины вообще есть замечательные дневники, которые она, конечно, когда-нибудь опубликует. И вчера Джон Болт, известный крупнейший специалист по русскому аналогарду, напомнил Нине о вполне себе выдающемся событии. И он говорит, помнишь, когда Никита хотел, чтобы это шло в Константиновске, а ты нет, то... Никита была яростью от этого, потому что Нина говорила, нет, там влажно, потому что она говорит, если там будет в подвале, там будет влажно, там были крысы в Константиновском дворце, где же еще. И как раз тем вечером, когда они это обсуждали, то Никита вернулся в гостиницу и получил email от Джона Болт из Калифорнии. Никита, я очень надеюсь, что она не пойдет в Константиновский дворец, потому что ты же знаешь, что если она пойдет туда в подвал, то будет влажность, температура, крысы. И Никита сказал, это ты ему рассказала про крыс в Константиновском дворце. Я сказал, Никита, как это могла я рассказать? Если по часам ты даже можешь считать, это не могло произойти, потому что я из Кремля не могла поставить email Джона в Калифорнию. И вообще не умеете пользоваться так хорошо. Ну и сейчас Лина считает, что у нас еще одна довольно печальная вещь. Ну и собственно говоря, это была та ситуация, когда, к сожалению, они были в разводе уже с Никитой, после сорока лица местной жизни. И по пути в Кремль Нина сказала Никите, «Смотри, ты хотела это дороже, а я не хотела». Но давайте сделаем это для нашей коллекции. Я могу сказать, что ты можешь быть плохим мужем, русский мужем, который хочет соглашаться. Хорошо, сказала Нина, давай сделаем таким образом. Ну хорошо, я согласилась на развод, хотя и не хотела. Давай тогда в этой ситуации, когда мы пойдем в Кремль, то ты будешь делать… Ну понимаете, я-то согласен, что вы хотите. Ну это вот моя бывшая жена, но я не мог больше с ней ссориться. Ну понимаете, она француженка, мы с ней прошли все-таки 40 лет, и так, знаете, она сразу меня довела. Давайте уж хотя бы с продажей коллекции согласим на то, что она хочет, потому что она мне вообще жизни никакой не даст, нигде. Этот развод, знаете, чего мне стоил? А тут еще с этой коллекцией, будь оно неладно. Ну давайте, ну да, находят договор, впишем. Ну что это? И так и было в Кремле. Она иначе в Париж уедет, все. И тогда они, вот устав от этих семейных сцен в Кремле, по-видимому, тогда же разводился Владимир Владимирович, потому им было особенно тяжело, им было страшно. И они в этот момент говорят, ну хорошо, куда вы там, Нина, говорите, чтобы только не орать больше на мужа и муж, на бывшую жену? Куда вы ходите в театральный музей? Вы можете проверить все это с Никитой. Он вспомнил это. И Нина говорит, что он вообще может проверить с Никитой. Он все так и расскажет как-то. Я не знала, это в договоре Константиновского фонда, да? И вот в договоре Константиновского фонда, it was written. И, в общем, в договоре с Константиновским фондом, Нина настояла в этой сцене в Кремле, что этот параграф ставят в договор, что он все пойдет сюда. Никита тогда изначально хотел продать всю. Он все хотел продать всю коллекцию. А Нина сказала, нет, вот то, что у меня дома висит, пусть и висит. Нина пыталась продать как карет. Я имею в виду мечты. Я думала, что Константиновский фонд они будут строить Бзегл. Может, они не будут строить. Может, один год прошло, два года прошло, три года прошло. И вдруг они сообщили, что они дадут, что это в музее. И, собственно говоря, Нина потому не продала, что она думала, ну ладно, вот пока они будут строить, может, они потом поймут, что, ну что, и устроить этот фригель. Может, денег не будет. Может быть, они встанут и скажут, давай-ка отдадим метелицам, она такая хорошая. И это был большой сюрприз для всех, когда они вдруг решили оставить его с музеем. И, в общем, в целом, когда все это в итоге осталось, что это было с музеем. Но мы не знали, что это в договоре было не указано. Но я верю в Бога. Но иногда я очень грустна с Богом. Ну, кто-то, один человек в аудитории, он знает о том, что у Нины такие сложные отношения с религией. И она, в общем, в принципе, верит в Бога, но периодически у нее возникают сомнения. У нее такие колеблющиеся отношения с Господом. И она обратилась к Господу и сказала, «Если Господь не удастся уговорить Константинский фонд отдать этот центральный музей, то…» И тогда Нина сказала, «Если эта книга останется, тогда, Господи, я тебе обещаю, что я им все остаток тоже подарю». И поэтому Нина сказала, «Я не могла это продать, потому что я Господу пообещала, что она Наталья Ивановна останется». И она сказала, «Если они передадут это государство, Россия, Театральный музей Петербурга, я тогда…» И это в интервью… Это в интервью 4-5 лет назад в нашей большой белой каталоге с Джон Болтом и Никитой. Никита, Нина. И Джон Болтом говорит, «Это очень хорошо, да, это очень хорошо в интервью». И в интервью каталоге, который писал, там вставлено это как раз обещание Господу. Ну, в общем, придется здесь к вам католическую капеллу построить с Господом, чтобы общаться. Я готов тоже в этом участвовать. Это прекрасная инициатива. И подумайте о том, как русские относились к Бенуа. Именно потому, что они были к католическим семействам. Плохо относились. Да. Поэтому русские относятся так. Ну, конечно, хорошие, но католик, потому не любят. Да, да. Русские, вы знаете, как они… Да, мы знаем, как русские относятся. Я-то знаю, как русские относятся к нам. Кникошер… Как я это теперь называю? Кникошерным евреям. И слава Богу, оно теперь здесь, оно в нужном месте. Это замечательно, это здорово. И оно здесь. Это замечательная команда, которая занимаетесь. Просто ответственно перед Богом. Да? Да. 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 Может быть, знаете, мы с вами довольно долго уже… Да, давайте, чтобы не мы… Может, у вас есть какие-то вопросы? И вы бы нас спросили… Есть наверняка что-то такое любимое в этой коллекции, с чем расставаться было труднее всего. Вот назовите нам, пожалуйста. Вот то, с чем вы, ну, ни под каким видом не хотели, но вот раз обещали Богу, то пришлось. Вопрос был о том, какие, собственно, с чем было расставаться тяжелее всего? The hardest thing hasn't come yet. It's my Petruska. Самая тяжелая… А, Нина прокалывается уже третий раз за последние два дня. Не надо ли вам на свидетель. Самая тяжелая вещь, с которой, как бы, Нине тяжелее всего раздаваться, это та, которая еще осталась дома. Это Petruska. 100 работ. 100 работ Petruska, полный комплект Benoit к разным постановкам. Ну, как бы, он полный комплект, составленный из разных вариантов. The thing that was most difficult for me to bring here, I brought it on Monday, is the favorite slave Almey in Shehrazad. She's here in the Exhibition. She's not in the Exhibition. Yes, she is in the Exhibition. With the fabulous Haram parents green and golden, ah, she's enchanting. Yeah. Every day I would miss her. Every day. If anyone would like to pray, if the Lord wouldn't be able to pray, what would you do with this? Half of it would have been sent to auction, and the other half we might have given here, perhaps. But if all of this had happened, the half would have gone to auction, and the half would have gone to auction. And not to Pushkin Museum, not to Antonovay. What are you thinking about it? I was thinking to the Museum of Private Collector's. But I was... I was thinking about it. But I was... I was thinking about it. But I was thinking about it. I was thinking about it. She thought about it, that part of the museum of private collection in Moscow, and in respect to Antonovay, and in respect to the museum. And I was thinking about it. Why did it happen that you gave a lot of money? I'll tell you exactly why. We wanted to give a lovely chunk, including our best box, because they have no box in Moscow. It took them three months to reply to our letter. And the emails. And the emails. And also three months, because we sent a letter and an email. So Antonovay was older and not feeling well. What was her name? No, not Lashak. The one that's supposed to be the director of the Museum of Private Collections. The Autonomovay. The Autonomovay. Well, the problem was not with Antonovay, but with Autonomovay, which is the director of the museum of private collections. So at the time of the big box exhibition, two years ago, the fantastic exhibition. So I said to, I don't know, after all of that, I like very much. She's a great khaninsky expert. Why haven't you replied? Why haven't you made any decisions? She said because everything that comes to me has to be okayed by Lashak. I said, Are you the director of this museum? Or is this just a... Or is it just a department of the... And so I said, okay, that's that. And you had no other ideas about Russian museums, except of theatre and me. What would they do with theatre art? Bachrushin. Bachrushin has had a series of disastrous directors. Well, in Bachrushin, Bachrushin, as you can see, there was just a series of terrible directors, which is especially noticed on the front of the museum in St. Petersburg. Where's the theatre museum in St. Petersburg? has had at least the last two. I didn't know the previous ones. Blistachne. Blistachne. Yeah, I even know the name of the word. Yeah. And Blastachne. Yeah. And Blastachne. Yeah. And Blastachne. I'm going to tell you about yesterday. I'm going to tell you about that. Just a story. Yes, come on. Because, you know, some of the here, like Magnus from Wittgenhausen, who already saw Nino, know that Nino is a person that is actually constantly rational. You're extremely rational. Oh, rational. I thought you wouldn't say you're still a artist. Ineerrational. Yeah. Ineerrational. You have just one irrational. Un투명 vagueness? Errorational. Neerrational. Not-it NEERRational. I thought you were true. E-Nino her exploitation. You have just one irrational. maths? And her neinwism. размышляет очень долго, и переуведить Нину, если она в чем-то не уверена, практически невозможно. Нина, в общем, довольно упрямая. Видите, я вчера как рассказал, что говорю, конечно, Никита знает от лучше всего, и когда у Нины, к сожалению, был рак, ну вот дай бог лучше будет еще лучше, да, и когда у химия, то волосы не выпадали, на что Никита сказал, у тебя все упрямое, даже волосы. В прошлой неделе она ужинала с друзьями из университета, они очень культурные. В прошлом году, неважно. И Швицкая показала им коллекцию, и они были впечатлены и счастливы. Они сказали, Нина, это в хороших руках. Вы знаете, я хочу вам сказать, что мы хотим завершить сегодняшнюю встречу, я хочу только сказать, Нина, на следующий год 110 лет русскому, сегодня нам 100 плюс 10, на следующий год будет 40-10 лет русским сезонам Дягилева. И мы хотим в музее организовать выставку, выставку, которая будет называться «В круге Дягилева», у нас идет так цикл, год за годом этих конференций, но выставку портрета людей, с которыми Дягилев работал, которых он к себе притягивал, потом он их отталкивал, и так далее. Вот выставка, это будет акварели, пейнтинг, скаутчер, порселон, такая выставка разных лиц. Обычно в России это чаще всего те, кто танцевали первые сезонства. Но ведь был же еще и Пикассо, был же еще Сатиф, был же еще Дебюси. И вот я хочу идти, вот этот большой круг после 15-го года, когда он уже понял, что он с Россией дело иметь не может, но после 17-го окончательно, и он стал привлекать все больше и больше зарубежный мир. И, собственно, перестроил этот зарубежный мир от себя, как он считал нужным. Вот этот проект. Поэтому, Нина, значит, я бы очень хотела, чтобы вы с вами были такой со-куратор этого проекта. И, может быть, вам скажете, вот поговорив со своими культурными на западе, несколько работ, несколько работ вы бы, конечно, думали так привезти на эту выставку из каких-то музеев, но не таких, понимаешь, как в музее Торсе или это слишком дорого. А бывают частные коллекции, которые бы вы привезли, те же портреты. Понимаете, и показали бы это в нашем музее. Это было бы очень интересно. Тот же как Ту, где вот он, где, мы знаем, что в Ерберже, кто хранил. Где теперь это вот интересно, понимаете? Потому что как-то был прекрасный портретист, остроумный. Ну, в общем, я вас приглашаю, на следующий год мы будем работать над этим проектом. И они уже были в Торсии. И вы могли бы найти это. Ну, тогда есть хотя бы два-три портрета где-то поговорить, подумать. У нас очень много и в вашей коллекции будет. Тот же Добуржинский, тот же это, а вот тех западных создателей. Нина говорит, что она с радостью предоставит на выставку письмо от одного некультурного русского, от советского посла в Лондоне. Это было письмо и приглашение прийти на премьерный прием в честь выдающегося русского танцовщика Сергея Дягилева. Приглашение от советского посла. Ну что ж, мы не будем на письмо. Знаешь, мы знаем, что так бывает иногда. Но я хочу вам сказать, вчера это, может быть, не прозвучало, 29 июня Владимир Владимирович Путин подписал указ, специальный указ о выражении благодарности президента Российской Федерации, госпожи Лобановой Ростовской, за ее беспримерный дам в России. Вот, так что мы даже имеем этот выписк из указа, потому что они не должны были его вручить в посольство России в Лондоне 19 сентября. Понимаете, то есть вчера. Анина сказала, нет, я буду в Петербурге. Да, подогрев. Так и было, она мне сказала. И вот в результате мы сделали такой набор. В общем, администрация президента пошла навстречу, дала выписку из указа, нам руки. Анина говорит, все-то хорошо, повесить нечего. Я думаю, что какой-то значочек будет. Ну, маленький орден, небольшой, маленький. Мне дали грамоту, ну, как же я ее приделаю? Нина, будем работать. Нина, будем работать. Я, наверное, всегда могу рассказать, знаете, самую чудесную историю, что когда это... Все равно, что мы сегодня много рассказываем. Что когда зашла речь об этой грамоте, Анатолия Ивановна мне сказала, да будьте ее биографией. Я пишу Нине, как бы делая вид, что мне надо биография там или чего-то там. Зачем она тебе? Я пишу, ну, Ниночка, понимаете, что-то вру там еще следующее. А зачем тебе биография? Я говорю, ну, на четвертый раз вижу. Ну, Нина, послушай, ну давай между нами. Понимаешь, мне позвонила Наташа, вот она помочь, просит твою биографию. Потому что, понимаешь, что там надо... Объясняю, что грамотный ответ. Ему-то корден. А мне так грамоту... Никит, Диорден? А у Никит, Диорден есть? От Путина? Да. За что? За что? А за что? Нет, нет, это такая формулировка. Какая формулировка, подождите. За вклад в развитие культурных связей. У него орден есть. Он вчера забыл его. Он его не носит. Зачем ему дали? А Нина выносила. Потому что только те, кто вчера видел, как Петровский дал мне грамоту, будут знать, что у меня есть грамота от Путина. А те, кто не знает, как они могут понять, что у Анина так близко Путину, чтобы я дал грамоту. Пусть радуетесь, что мы с ним до сих пор разговариваем. Ну все, господа, давайте. Пожелаем ордена. Впереди не попростая работа. Спасибо. Спасибо.